Доброе утро, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии режиссёры Юрий Чукуров, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. Мы выходим также в прямом эфире и на телевидении на канале Саха-24. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство старается устроить в семью. Ну и форм устройства в семью несколько. Это и приёмная семья, опекунство и усыновление. И тема нашего разговора «Тайна усыновления». Нужно ли приёмному ребёнку говорить, что он неродной? Об этом мы будем говорить с педагогом-психологом Центра семейного развития и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Леной Егоровной Павловой. Здравствуйте, Лена Егоровна! Здравствуйте! Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 066-3211-66. Пожалуйста, звоните и задавайте во время прямого эфира интересующие вас вопросы. Лена Егоровна, скажите, нужно ли знать ребёнку, что у него есть ещё одна биологическая мать? Ну, я думаю, вообще это достаточно важный факт биографии человека. И его нужно хотя бы просто знать. Потому что порождение себе подобного, вот биологически обусловлено, оно всё равно создаёт такую некую прочную, очень духовную связь, которая влияет в том числе и на ощущения человека, на его дальнейшую судьбу, на то, как он себя реализует в этой жизни, как он себя видит. Поэтому это вопрос очень важный. И факт, что его родила не та женщина, которая живёт с ним, вообще-то для ребёнка этот факт достаточно сильный, мощный. Он может дать мощный ресурс. И если неправильно его преподносить, он может принести, конечно, какую-то сильную травму. Ну, ведь говорят же, вот не тот отец, не та мать, которая родила, которую воспитала. Ну, сейчас мы в обществе тоже видим вот это изменение, вот этот интерес, вот эти передачи на телевидении, где поднимается этот вопрос. Потому что эта тема, она несколько умалчивалась. Она был некий такой однобокий взгляд. Вот должно быть так, вот должна быть вот та мать, которая воспитала. А даже, по-моему, была статья, да, в уголовном кодексе за разглашение тайны? Эта статья и сейчас есть. Но эта статья, она за ответственность за разглашение тайны усыновления, она касается только официальных лиц. То есть привлечь там соседку или дальнюю родственницу за то, что она раскрыла тайны усыновления, по этой статье невозможно. Поэтому эта статья, ну, она как бы вот, ну, не знаю, всё раньше объяснялось, как бы во флаг бралось то, что нужно беречь ребёнка. Что вот это знание, что его родила другая женщина, и априори подразумевалась не очень хорошая женщина, это, что это может ему нанести психологическую травму. И в основном, как бы смысл вот этого закона был об этом, о том, что нужно сохранять тайну усыновления. Но у нас вот выросло несколько поколений людей, которые действительно вот сохраняли эту тайну. Вначале, когда они были маленькие, в принципе, это всё хорошо. Дети всегда верят родителям, любят родителей, которые о них заботятся, с ними рядом живут. Но потом, когда они уже подрастают и начинают искать уже смыслы жизни, кто я, что я, это подростковый возраст очень сложный. Это такой мощный процесс самоидентификации, из чего я состою, что я буду. Корни какие у меня. Да, корни, на кого я похож, что меня ждёт. Кто были мои дедушка и бабушка, и так далее. Да, и вот тут уже начинаются вот эти метания, искания, и люди уже начинают понимать, что чего-то не хватает. Что-то было, и чего-то не хватает. И вот сейчас все приходят к тому мнению, что всё-таки для ребёнка важны две семьи. И та, которая родила, и та, конечно, которую воспитала. Ну вот, когда можно говорить ребёнку об этом? Предположим, взяли его совсем в младенческом возрасте, его взяли. В основном же и маленьких детей берут в семью. Вот когда можно ему говорить о том, что у него есть ещё другая семья? Если родители решили, что ребёнок будет знать, что они не будут делать из этого тайну, это всегда решение родителей, право их самих решить, как они будут относиться к этому вопросу, то если они решили это сделать, то, конечно, это сделать лучше в раннем возрасте. Когда ребёнку, даже не важно, как он появился в этой семье, ему гораздо важнее то, что родители его любят, что они его никогда не отдадут, что они будут всегда с ним, вот это для него важнее. И остальные какие-то подробности он воспринимает легко, просто. И, в принципе, если родители спокойны, уверены, говорят об этом в хорошем, положительном, таком позитивном ключе, то, в принципе, когда ребёнок маленький, для него это проблемы не вызывает, он просто этому верит. Но тут здесь, конечно, хотелось бы посоветовать родителям, раз они всё это рассказывают. Конечно, это должно быть доступно, понятно ребёнку, отвечать его возрастным запросам. Ну и ещё вот маленькие дети, они же такие простодушные, они так прямо радостно делятся со всеми окружающими своими новыми знаниями. Поэтому очень тактично стоит ребёнка подготовить тому, как он будет преподносить эту историю, и, может быть, даже где-то потренировать его на ответы, вот какие-то каверсные вопросы окружающих. А вообще нет такого... Сразу хочу сказать, что это будет разговор не на один раз. Ребёнок растёт, и на каждом возрастном этапе он будет опять обращаться к этой теме, с учётом тех уже новых знаний, тех новых новообразований, которые у него есть. И здесь самое главное, чтобы он чётко понял одну мысль. Его родители готовы с ним обсуждать эту тему. Они открыты к разговору, они могут ответить на все возникшие у него вопросы по этому поводу, они будут с ним в его переживаниях. Поэтому вот это как бы самая главная мысль. А вообще у нас была такая... Мы давно работаем с приёмными родителями. И у нас очень многие слушатели нашей школы приёмных родителей, они, когда проходят школу, они говорят, ой, мы не будем делать тайны, мы понимаем, насколько это может сказаться на судьбе ребёнка, мы ему будем говорить, мы в этом уверены, мы вот как-то вот это понимаем. Но потом, когда они берут ребёнка, когда они видят счастливые глаза этого... Когда они привязываются к нему уже. Когда они видят столько радости, столько счастья, они говорят, ну вот просто язык не поворачивается. Есть какой-то барьер, они приходят к нам, мы долго обсуждаем эту тему, смотрим, что это за барьеры, что за этим скрывается. Вот как действительно... Они говорят, умом понимаем, а вот как бы рука не поднимается. И у нас был такой эксперимент, когда у нас одна группа была, в которую уже взяли детей, причём совсем новорожденные детей. И мы вот, чтобы долго обсуждать тоже про этот психологический барьер, и родители решили попробовать. А что, если мы скажем про это, вот сейчас, когда ребёнок совсем грудной, когда ему пять дней от роду. И они сказали, они сказали, и они говорят, вот такое ощущение, как будто ребёнок это слышит. Он даже как-то замер. Как-то вот сильно было. Хотя он вроде бы ничего не понимает. Понимать-то не понимает, но ребёнок тоже много чувствует. Поэтому, и они говорят, и это было для них такое открытие, для них самих, и они говорят, и грудному всё-таки легче говорить. И уже этот барьер преодолевается, и слова уже подыскиваются, и уже говорить как-то легче. И уже это постепенно начинает укладываться просто в душе. В душе родителя. И уже гораздо спокойнее и проще. Поэтому вот можно посоветовать такой приём, я считаю, он действительно имеет место быть. Ну, и мы, конечно, понимаем, что когда мы говорим про этот факт, тут очень много сильных переживаний у ребёнка. Особенно, когда он подрастает в школьном возрасте. Кто эти родители? Почему они меня бросили? Неужели я был такой плохой, что это произошло? Я хочу посмотреть, а есть ли у них там другие дети? А вдруг им сейчас плохо? А вдруг они сейчас придут и выкрадут меня? Ну, и так далее. Вопросов, конечно, очень много. Я ещё раз говорю, самое главное родителям всё-таки быть чутким к состоянию ребёнка. И сразу, если возникают какие-то вопросы, показать, что всё это можно говорить. И тогда многие проблемы не исчезают. И я считаю, что родители и дети, которые вместе в таких сильных переживаниях, как говорится, в горе, то эти родители и дети всегда будут счастливы в своей радости и в своём счастье. Ну, в общем, это же дело добровольное, да? Это семья самой, родители сами принимают решение, говорить об этом ребёнку или нет. И они имеют полное право не говорить ребёнку? Они, конечно. Они имеют это полное право. Но так очень интересно у нас всегда происходит. Родители на занятиях, на наших семинарах, занятиях на школе, родители, которые решили сохранить тайну усыновления, вот они больше всего и задают вопросов про эту тайну. И родители, которые уже начинают смеяться, говорят, ну, Света, ну всё уже, молодец, сохраняешь, молодец, всё. Нет, вот волнует и волнует. Нет всё-таки, как и что? Потому что люди интуитивно чувствуют, что какое-то сохранение тайны, оно порождает какую-то нечистность в отношениях. Всё всё равно какая-то ложь есть, да? Да, оно порождает какое-то напряжение. Не дай бог оговориться, не дай бог там что-то где-то как-то... Кто-то скажет. Не дай бог документ, медкарту оставить на столе, это же ужас. И вот жить под таким домокловым мечом, это, конечно, я думаю, это, наверное, тяжело. Ну, люди же даже меняют место жительства, переезжают в другой город, например, даже могут уехать, где никто не знает их. Да, и тогда, конечно, можно сохранить. Можно сохранить, можно сохранить, в принципе, но жизнь, она очень кучерява, вот точно говорю, даже в больших миллионных городах как-то всё это всплывает. Ну, вот недаром говорят, мудрость такая тайная становится явным. Видимо, в этом есть какой-то смысл, но я ещё раз говорю, это право родителей. Они струят жизнь ребёнка, они его растят. И они имеют право на свои какие-то представления, на том, что это. А наша задача как специалистов, просто им рассказать, обсудить, разделить с ними. И о возможных последствиях предупредить, да? Да. Последствия. Потому что в подростковом возрасте, если ребёнок узнает уже позже об этом, то это будет несравненно большая травма для него. Да. Ещё чаще всего происходит так, что он узнаёт от посторонних. Это двойная травма. Вот как уже, как ощущение предательства родителей, что вот как вы мне могли такое не говорить. Что я, оказывается, неродной ребёнок. Да. И тут начинается целая детективная история. Так, друзья, мы сейчас примёмся на рекламу. 0088 Дорогие друзья, в прямом эфире программа «Якутск сегодня» мы продолжаем наш прямой эфир и продолжаем наш разговор с психологом Центра семейного развития и социализации детей и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Лены Егоровны Павловой. И тема нашего разговора – тайна усыновления. Лена Егоровна, вот давайте поговорим о том, что вот есть другая семья, да, там родители, там, может быть, братья и сёстры. Вот как ребёнку строить отношения с той семьёй? Как ему помочь в этом? Ну, здесь нужно смотреть, действительно, очень многое зависит от формы семейного устройства, про которую вы говорили. Есть у нас опека, когда у ребёнка своя фамилия, во всех документах прописаны его кровные родители, и понятно, что он знает, скорее всего, эту семью и даже общается где-то. Другое дело, когда это усыновление, когда это вот тайна есть, и, в принципе, кровные родители подразумеваются, как бы они не должны там обозначаться на горизонте семьи. Но, тем не менее, жизнь, бывает, складывается по-разному, иногда находят друг друга. И я бы хотела сказать, что отношения с кроной семьёй тут может быть по-разному. Тут вот хорошо бы какую-то золотую середину. С одной стороны, нужно сохранять границы своей семьи. Это мы, как все родители, мы понимаем. Нам будет неприятно и нам будет нехорошо, если какие-то люди будут бессеремонно вламываться, когда они захотят, когда наша жизнь будет как-то зависеть от этих людей. Но, с другой стороны, если мы понимаем, что эти люди тоже нужны ребёнку, то мы можем, в принципе, выстроить какой-то порядок совместного времяпровождения, общения. Но это, конечно, желательно делать, чтобы встречаться. Вы, конечно, будете туда ходить, особенно поначалу. Это очень важно смотреть, отслеживать состояние ребёнка. Но всё это делать на нейтральной территории. Всё-таки мой дом – это моя крепость. У нас были такие случаи, когда кровные родители очень сильно принимают. Когда приёмные родители, так прямо у них даже душа сильно болела, что они вплоть до того, что чуть ли не селили этих кровных родителей у себя, пытались им помочь, я тоже считаю, что это не есть хорошо. Всё должно быть в меру, должна быть золотая середина. Мы должны руководствоваться только интересами ребёнка, чтобы ему было хорошо. Поэтому мы помним о том, что ребёнок всегда любит своего родителя. Неважно, какое у него поведение для ребёнка – это не суть. Важно, это ребёнок просто, у него биологически обусловнена любовь тому, кто его порадил. И на это мы напираемся. Это действительно очень мощный, сильный факт, ресурс для ребёнка. И хорошо, если он это будет знать. Ну, как выстраиваются отношения? Выстраиваются отношения, в принципе, всё зависит от приёмных родителей. Если они примут ребёнка со всеми его прошлыми, с этой семьёй, которая у него есть, то они могут это всё сделать, минимизировать и сделать это наиболее хорошим способом. Но жизнь показывает, что для детей, конечно, очень важны родители, но они тоже есть такая вот боль, если они видят, что родители их тоже не принимают. Родители, которые отказаются, тут вот очень хорошо, когда приёмные родители помогут ребёнку, поддержат его в его переживаниях. И лучше всего вот дети потом общаются, например, с братьями и сёстрами. Они ближе по духу, поэтому вот как-то отношения складываются. Ощущения причастности есть, корней ощущений есть. И при этом нет вот такого, чего боятся все родители. Все родители приёмные боятся. Вот он узнает про кровных и нас отвергнет. Вот этот вот какой-то стереотип у родителей. Они думают, что ребёнок... Зов крови, может быть, действительно. Ребёнок, они думают, что ребёнка должна быть только... Может любить только одну маму и одного папу. На самом деле, вот даже мы, когда у нас несколько детей, мы же любим всех. Мы же не делим эту любовь, мы же её не наскребаем на последнего ребёнка, убираем у старшего и даём. И также дети вполне способны любить несколько и двух мам, и двух пап. И для каждого у них в сердце находится своё место. У каждого своя функция, своё отношение. Поэтому ничего страшного в этом нет. Не надо этого бояться, не надо ревновать. Ну, в этом и мудрость новых родителей, чтобы своего негативного отношения к той семье, к тем родителям не передавать ребёнку. Но, с другой стороны, может же быть и та семья асоциальная. Ну, мы понимаем, если ребёнок потерял ту семью, скорее всего, в ней было непросто. Как говорится, не от хорошей жизни становятся сиротами. Но при этом, если мы будем смотреть не в том плане, что вот его отец спился, а мать там гуляла, то, в принципе, в каждом человеке есть что-то хорошее. Люди не сразу опускаются на дно жизни, они пытаются, стараются. И, в принципе, это не наше дело. И, дай бог, не надо нам там судить, хритить как-то. Это их жизнь, это их выбор, это их ответственность. Для нас важнее то, что ребёнок получает от этих родителей, а он будет получать, я сразу говорю, не только плохое. И вот задача родителей немножко показать кровных, не только как людей с какими-то отрицательными только сторонами, а людей, которые действительно, пока мама не спилась, она была очень хорошая, добрая, весёлая, заботилась о ребёнке. Это же мощный ресурс. Поэтому здесь вот это должна быть такая вот хорошая какая-то душевная работа самого родителя. Как он сам уложит внутри себя отношение к ним и сможет это транслировать ребёнку. Ну и вот и смягчить эту травму. Ребёнок должен быть уже уверен, да, что приёмные родители его любят, что никогда они от него не откажутся, не предадут его уже во второй раз. Да. Они должны ещё видеть и понимать, что приёмные родители принимают его со всем прошлым и со всей его историей. А что это их не ломает, не напрягает, не вносит какой-то стыд, неловкость. Это тоже очень важно. Родители детям ощущают. Особенно в подростковом возрасте. Да, в подростковом возрасте. Когда начинаются конфликты и... Да, когда и родные детки, извините, дают прикурить родителям. А приёмные, ну тут уж сам Бог велел. Но потом, действительно, если родители проявят особую мудрость, и самое главное будут смотреть, что хорошо ребёнку, а не мне. Не свои хотелки и какие-то комплексы удовлетворять, а смотреть на будущее ребёнка, ему с этим жить, ему искать своё место в жизни, то тогда, в принципе, все эти возрастные перипетии всё-таки проходятся, что-то выплавляется. Да. И хорошие отношения, они сохраняются на долгую-долгую жизнь. Да, на всю жизнь. И себе обеспечат спокойную старость. А вот, может быть, действительно негативные какие-то последствия от тайны, сохранения тайны усыновления? Ну, последствия тоже, последствия жизни. Бывали такие случаи, когда, если дети не знают, откуда они происходят, кто их, были случаи такие, что выходили замуж, женились на родных. И этому есть объяснение, вот когда вот такая кровная близость, она принимается за любовь, за любовные отношения, поэтому всё-таки лучше жить с открытым замралом, чтобы не было ни таких случаев, ни таких случаев, когда вот ребёнок, не зная о том, ну, или зная о том, что его родители были плохие, он повторяет их поведение. Потому что он любит этих родителей кровных, и не имея возможности открыто проявить им любовь, он будет вот так бессознательно повторять то поведение, те отрицательные черты, про которые он, ну, вот просто знает, что они его бросили, отказались, понятно, это люди плохие. Поэтому и происходят такие вещи, все говорят, вот сколько волка не корми в лес, гены. А яблоко от яблони недалеко падает. На самом деле там не сколько гены, а сколько вот, может быть, и вот такие бессознательные какие-то движения, они тоже играют свою роль. И поэтому не нужно бояться, да? Да, не нужно бояться. Если он будет знать о родителе не только плохое и хорошее, у него будет право выбора у ребёнка. Он может выбрать и хорошее. Ну, в завершение у нас осталось буквально полторы-две минуты. Что бы вы посоветовали тем, кто вот думает взять ребёнка на усыновление? Вот какими, вот как раз по тайне усыновления, что бы вы посоветовали? Как специалист, как психолог, педагог. Ну, я хотела бы посоветовать вообще решить для себя этот внутренний, для себя решить этот вопрос до того, как брать ребёнка. Сейчас очень много литературы. Сейчас в интернете у нас ссылые форумы не только приёмных родителей, но и детей, которые были в своё время усыновлены. Их мнение тоже очень интересно. И самое главное, у вас есть, вот в реале у вас есть рядом специалисты, к которым вы всегда можете прийти, посоветоваться, разобраться в этой ситуации. И тогда вам уже как-то будет спокойнее. И я думаю, это будет только хорошо. Ну вот, куда обращаться, скажите, адрес, телефон, может быть? Наш Центр развития семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, оставшиеся без причины родителей, находится по адресу Ломоносова, 35-3, это в центре города. Звоните нам по телефону 34-06-16-42-27-64. Записывайтесь на консультации. Все услуги в нашем центре для вас бесплатны. Спасибо. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. А телезрителям и радиослушателям напомню, что в прямом эфире принял участие педагог-психолог Центра семейного развития и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Лена Егоровна Павлова. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Программу провели Мария Новгородова, Юрий Чекуров и я, ведущая Любовь Петрова. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго.